Сейчас ведется довольно масштабная работа, ведут ее Госдума, Совет Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Институт развития интернета, Фонд развития интернета инициатив, как часть Института развития интернета. И это большая работа, она синхронизирована и Минкомсвязи по линии правительства готовит постановление. В это время Дума фактически те же самые инициативы проводит на законодательном уровне сейчас. А каких именно сегменты, на которых акцентирует свое внимание данная программа? Речь идет о закупках государственных за счет бюджета, если кто понимает, это то, что попадает под действия закона ФЗ-44. И речь идет о закупках госкорпораций, то, что попадает под 223-й федеральный закон, о том программном обеспечении, о сервисах, которые закупают эти компании для своих нужд. Самым глубоким образом участвуют отрасли в лице АРПП, Ассоциации российских программных продуктов, которые объединяют больше 70 разработчиков программного обеспечения, российских разработчиков. Именно на базе Ассоциации удалось собрать, как бы сказать-то, экспертов и провести дискуссию, необходимую для выработки как раз критериев. Там же ключевая вещь в том, чтобы понять, что такое российский отечественный, значит, российский программный продукт и что с ним делать. В итоге, значит, были довольно жарких, скажем так, прений, много раз об этом разговаривали. Выработали критерий, что российским является софт, все исключительные права, на которые по всему миру зарегистрированы, на российское юрлицо. И этим юрлицом больше, чем на 50% владеет либо гражданин Российской Федерации, либо, собственно, Российская Федерация. Ну, или не на юрлицо зарегистрировано, может быть, на ИП зарегистрировано. Но в любом случае вот такая форма. При этом предлагается создать реестр такого программного обеспечения и обеспечить приоритетное право закупки, точнее, приоритетную обязанность закупки именно из этого реестра. Если госкорпорация или госорган закупает программное обеспечение не из этого реестра, он обязан просто публично объяснить, но довольно детально, почему, исходя из каких характеристик того или иного программного продукта, он решил приобрести именно иностранный софт. Это, безусловно, самый действенный инструмент для развития отрасли программного обеспечения. О чем идет речь? На самом деле, по экспертным оценкам, порядка 4 миллиардов долларов, объем рынка программного обеспечения, на самом деле, мне кажется, что больше, но вот такие цифры выдают сейчас эксперты. И он примерно на 3 четверти, на 75% принадлежит иностранным вендорам. Такой механизм, который мы сейчас предлагаем, он позволит в значительной мере провести передел этого рынка. Если его совсем полноценно довести до ума, то по оценке ассоциаций, по оценке рынка, можно довести до обратной цифры. То есть, наоборот, 75% рынка будет принадлежать отечественным разработчикам программного обеспечения. И просто был проведен анализ по сегментам рынка, по уровню зрелости решений. Вполне есть решения прямо сейчас. Да, действительно, часть решений сложно заместить, такие как операционные системы, системы управления базами данных. Это потребует определенного времени. Но уже мы видим эффект масштаба, что просто за счет этого механизма законодательных и правительственных решений можно таким образом сместить акцент. Да, для этих тяжелых решений, типа операционки, СУБД, нужны будут, возможно, какие-то меры стимулирования разработки этих решений. Но это уже совсем другой порядок. Я понял вас. То есть, это не одна из многих мер, это ключевая мера поддержки российского производителя. Словно, ключевая мера. И мы здесь говорим, что такое 2 миллиарда долларов рынка. Это 100 миллиардов рублей. Это 50 тысяч рабочих мест, на самом деле, о которых мы говорим. То есть, это 50 тысяч рабочих мест в нашей экономике, высокопроизводительных рабочих мест, высококвалифицированных. А что с точки зрения вопросов качества? Мы знаем, что многие российские производители уже делают и программные продукты, и сервисы на мировом уровне. Как-то будут выставлены критерии, чтобы был заменен иностранный продукт на логичного качества и более высокого качества российский продукт? Ну вот, как раз мера, которая предлагается, когда вы, значит, либо объясняете, почему вы купили иностранные, либо покупаете отечественные. Это и есть мера вот такого довольно гибкого регулирования качества. Действительно, если вас удовлетворяет российский продукт по качеству, вы его покупаете. Если вас не удовлетворяет, вы, по крайней мере, объясняете, почему. Тем самым давая, в том числе, и российским разработчикам, и рынку обратную связь, что, ребят, вот надо сделать вот такие функции, или, там, такие характеристики изменить в вашем продукте, или интерфейсы поменять. Вот. И это неправильно и неэффективно выставлять какие-то критерии, там, уровни качества, потому что отрасль очень динамичная, она изменяется очень быстро. Вы всегда будете отставать с любым уровнем каких-то критерий. То есть можно говорить о категориях, и со временем, возможно, там, вот я слышал, значит, мнение коллег, что вовсе запретить в каких-то категориях закупку иностранного по... По вопросам безопасности или по каким-то другим... Да, где-то по вопросам безопасности, где-то по вопросам экономики, но это отдельный аспект, и я считаю, что это там сильно далекий следующий шаг. То есть важно сейчас обеспечить именно экономику. А не является темой еще более широкой? Если российские производители смогут конкурировать с иностранными на российском рынке, то может ли это являться стимулом для продвижения и на экспорт российской продукции? Ну, безусловно, но на самом деле очень мало в мире производителей, вышедших на мировой уровень без сильного домашнего рынка... Без внутренней поддержки. ...и без сильной позиции на внутреннем домашнем рынке. Им просто негде взять деньги, негде взять источник роста на мировой рынок. Редактор субтитров А.Семкин